7 октября – день рождения у российского диктатора Владимира Путина. Ему исполнилось 72 года. Но подарки к своему празднику он получил не такие, как ожидал. Первыми его расстроили в военной Российской Федерации. Как ранее писал телеграм-канал «Кремлёвская табакерка», Путин ставил военным задачу освободить Курскую область к его дню рождения. Но этого не удалось достичь, и Путин очень из-за этого расстроился, пишет «Кремлёвская табакерка». Но уже поинтересовался. Раз не получилось сделать ему подарок на день рождения, получит ли он подарок в виде Курской области хотя бы на Новый год? При этом военные, с которыми пообщалась кремлёвская табакерка, не уверены, что освободить Курскую область получится до конца года. О том, что российской армии не удалось сделать подарок Путину на день рождения, отметил в комментарии Некста руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, украинские войска продолжают удерживать позиции в Курской области, несмотря на активность российских сил в регионе. А планы очистить регион от высук 7 октября провалились. Силы специальной операции, наоборот, расширяют там свои позиции. Первое – это пытаются сконцентрироваться на том, чтобы достичь результата и расширить ещё плацдарм и взять большую территорию под контроль, нежели сейчас есть у украинских войск. Второй момент – это сковывание. Украинские войска продолжают операцию по сковыванию российских войск и не допущение их перемещения на другие участки фронта. Также в день рождения диктатора украинские хакеры выключили российские пропагандистские телеканалы. Сотрудники медиакомпании жалуются, что вся информация на серверах вместе с резервными копиями уничтожена, а онлайн-вещание и внутренние сервисы не работают. Ещё один неприятный подарок в свой день рождения получил Путин. Бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова обвинили в растрате при закупке паромов для Керченской переправы и хищения более 3 миллиардов рублей. Тем временем стало известно об успешном прилёте 7 октября во временно оккупированном россиянами Крыму по нефтебазе Феодосии. По данным СМИ, вероятно, загорелся морской нефтяной терминал. Феодосийский нефтеперевалочный терминал является крупнейшим в Крыму по объектам перевалки нефтепродуктов. Отметим, страна-агрессор Россия в день рождения правителя Кремля продолжила атаковать Украину и запустила по Киеву кинжалы. Но украинские защитники их успешно сбили.